народ всем пламенный хэллоу приветствую вас на канале всем альвен и сегодня не очень жаркой но офигенно солнечные флориды посмотрите посмотрите какое небо голубое блин еле-еле успеваю записывать сегодняшнее видео потому что что-то слава богу вот так скажу начался сезон поэтому много всевозможных заказов ну кто вдруг не в курсе я занимаюсь тем что сдаю машину в аренду у меня это основное мое направление бизнеса второй мой бизнес вы в курсе что я помогаю приобрести автомобили автомобили разные при помогая приобрести здесь сша помогаю приобрести для того чтобы вы стали счастливым владателем какого-нибудь автомобиля своей мечты в вашей стране в общем и целом сегодня работа давайте немножко покажу что я сейчас только что сделал ребята аэропорт города на и полз наш маленький городок здесь есть небольшой аэропорт он локально не международный а рядом отсюда примерно в 35 минутах езды находится рапорт форт майерс и вот у меня одна машина она поехала с другой команды у меня сдаваться туда а здесь вот собственно говоря и оставил свой автомобиль для клиента он прилетает ну видимо частным самолетом и да не удивляйтесь люди летающие частыми самолетами берут в аренду автомобили причем не самые далеко крутые это мой volkswagen атлас я ним уже рассказывал 1 один из лучших автомобилей это третий автомобиль который я купил вообще в сша у меня первая была эта старенькая сиена минивэн потом у меня был камара я показывал и вот volkswagen у меня был еще белый на нем ездит дмитрий он у меня его купил в майами дима тебе привет если смотришь соответственно черный я вот оставил еще себе пока он у меня ездит он очень неплохо востре очень плохо работает большой автомобиль давайте вам так скажем ну вкратце покажу пока он у меня тут весь начищен нам и панорамная крыша есть камеры заднего вида огромный салон третий ряд сидений прошу прощения мне еще периодически звонят отвлекают соответственно ребята в общем вот таким вот образом вот кто спрашивал как это устроено у нас вот у нас в городе вот так вот то есть я сейчас у меня одна вторая машина у меня поехала она сдается сейчас в аэропорту форт майерс а сюда я вот сам пригнал и оставляю машину здесь машина остается у меня здесь либо открытая либо я на ресепшен отдаю ключи и называя фамилия пассажира да то есть фамилия того кто а вот кстати давайте посмотрим что сдает здесь rental cars местный я не знаю вот не спрашивайте по какой причине они не берут эти возможно ценники дорогие возможно еще что-то не знаю но вот здесь вот смотрите на самом деле тут всего что из этого короче сдается не знаю два кадиллака точно сдаются до рентами рентами ну вот и они в принципе всего а нет вот еще есть то есть два кадиллак эскалейт это но я думаю что как бы люди знаете на особо не хотят сильно тратиться поэтому может быть берут машины по проще думаю что вот это возможно тоже рентовые машины но утверждать не буду здесь отсюда через дорогу есть еще одна компания по аренде это один из самых крупных операторов enterprise вот она буквально вот отсюда надо пройти через дорогу и там ну короче говоря сегодня вот такая вот у меня сегодня подготовка двух машин детские кресла парковка отправка и соответственно дальше я поехал записывать вам роль точнее сказать пошел потому через дорогу меня находится сейчас ауди центр и а volkswagen центр и там вам 1 записываю что там у нас есть интересного вроде какие-то обновлялки есть смотрите какая красивая картинка прямо так вот хочется вам на заставку поставить нам так и сделаю там вот идет загрузка да муж женой очень такие уже в возрасте грузится в машину их привез такой гольф-кар с чемоданами в общем в общем все нормально машина сдалась все хорошо ну что мы с вами отправляем записывать ролик короче сегодня видите вот так вот вам показал маленький фрагмент маленький фрагмент как иногда вы спрашиваете как как покажи про бизнес покажи про работу ребята до этого просто был очень плохой сезон во первых у нас я говорю что нас там ураганом снесло часть часть нашего побережья и до сих пор еще не восстановили поэтому туристов меньше форт майерс бич по-прежнему разрушен и поэтому короче заказов немного но в целом все равно она раздавала машины все равно сейчас потихонечку бизнес идет ну а сейчас начинается сезон уже с октября и дальше уже сезон принципе теперь он будет до июля месяца самые пиковые месяца это естественно декабрь-январь потому что праздники christmas и так далее следующий пиковый сезон это spring break это апрель тоже будет конские цены на машины спрос плюс плюс короче говоря на отеле короче будет в общем такое action action ну и начало каникул это середина июня июль это пик все остальное время тоже идет сезон не могу сказать что там будет прям не сезон будет так но самые мертвые месяца это август сентябрь это как правило тухляк полный то есть два месяца в году надо продержаться если у вас как у меня например полна жопа кредитов на машину то придется своими деньгами оплатить но я не могу сказать что у меня вообще не сдавались машины не сдавались они приносили деньги но там в принципе работа почти в ноль поэтому вы обратили внимание я стал даже скидывать машины в это время начинаешь стремя нервничать думаешь да ну нафиг может ну нет потом возвращать сезона все окей но все как в любом бизнесе знаете подъема падения все все как обычно все как у нормальных людей в рынке вот ну что погнали ребята вот смотрите там у нас аэропорт а здесь у нас компания который который давно мы с вами не заглядывали ребята из болгарии у которых абсолютно шикарная площадка кстати огромнейший ассортимент автомобилей и здесь как раз таки по вашим просьбам есть и автомобили которые потому что очень много сейчас запросов на автомобили попроще подешевле давайте посмотрим что есть они все слава богу сценами поэтому мне не придется бегать узнавать цены а я покажу вам и давайте посмотрим значит ребята напоминаю сразу в предвосхищая ваши вопросы а можно с аукциона можно там еще я показывал уже аукцион ребят я показывал манхейм я показывал капарт у меня все это было и я показывал что не всегда точнее сказать почти всегда автомобили там в неприглядном состоянии или там еще что-то такое короче говоря вопросы такие что что иногда их проще решать когда вы покупаете машину и у ребят здесь есть еще какая-никакая но гарантия на основные узлы агрегаты поэтому каждый выбирает сам давайте так мое дело вам показать а вам сравнить но иногда проще подойти посмотреть проверить тем более что в отличие от многих площадок вот поверьте мне я много смотрел всевозможных площадок да и здесь они реально приводят ну делать предпродажную подготовку они приводят машину в надлежащий вид и все-таки покупатель согласитесь комфортнее купить даже пускай пробежный автомобиль даже пускай уже с большим пробегом и все-таки в нормальном виде как-то приятнее то ну что ладно поехали смотреть человек говорить так ну давайте вот эти видите написано гарантия то есть люди дают еще гарантия знаете не каждый автосалон далеко даст гарантию вот вам контакты вы можете зайти на сайт вы можете позвонить по этим телефонам если находитесь естественно в сша телефоны ребят значит у них есть если что русскоговорящий менеджер поэтому вы можете написать например и соответственно написать и соответственно связаться и попросить русскоязычного менеджер нём дадут так ну что погнали значит вот например стоят toyota toyota corolla one owner 17 год 12 900 137 тысяч миль посмотрите one owner то есть это ваново на ребята значит что один собственник был до этого что не и не несколько собственников этой ну не особо на что-то влияет но людям все-таки приятно осознавать что они 2 например вот такое вот маленькая honda fit по-моему если я не ошибаюсь это да это fit вот такая вот прям маленькая маленькая машинка и 2009 год посмотрите 82 тысячи миль и 89000 цена ой простите 8 900 че несут а так погнали а тут у нас смотрите и mercedes и бмв в общем все по фэн-шую цешечка 300 такая аккуратненькая принципе вся одиннадцатый год и 11 900 цена кстати очень ухоженный салон даже отсюда я вижу что очень ухоженный салон то есть не не уставший не разодранные сиденья 2011 год и 78 тысяч миль пробег такое приятное состояние это у нас с вами джиэл с по мне кажется он еще джиэль в этот момент назывался 95000 миль и 15500 14 год белый на светлом салоне машина открыта давайте я джиэль 450 это 450 при этом нет машина закрыта ну ничего страшно я просто не буду сейчас ребят бегать за ключами кому понадобится говорить я вам сделал обзорчик кстати очень-очень приятный вид такой ну свеженький так это у нас 328 ай это еще кабриолет жесткой крышей еще тогда делали такую жесткую крышу сегодня их больше нет жесткой крыши двенадцатый год 62 мили пробег с от 2000 миль пробег надеюсь не надо объяснять да что кей когда стоит это кило и соответственно это у нас просто 1000 миль до 62 тысячи миль 13 900 так дженезис 76 тысяч миль двенадцатый год лоу малыш стоит 76 тысяч ну и 12 тысяч долларов 11 900 ну посмотрите состояние очень классное по автомобилям так ешечка вот это вот кстати е 350 это простите меня любители mercedes-benz я сам владелец mercedes-benz поэтому вас я понимаю но могу сказать сразу это вот этот кузов один из первых после которого я разлюбил mercedes-benz ну как бы я себя любил больше боевые но вот почему тот кузов мир на тот момент не зашел вообще но при этом смотрите семьдесят одна тысяча миль пробега 12 910 год 18 год toyota corolla 119 тысяч миль пробег и 13 900 за восемнадцатый год и один собственник ну здесь еще посмотрите какое состояние внутри салона реально ну они и машины выбирают хорошие на них и очень хорошо причесывают то есть имеется ввиду что они прямо ну что говорится простите за мое выражение за мой французский пидоре да то есть они прямо их ну делают нормально чистят хим чистят то есть машинки прям приятно даже просто смотреть приятно так одиннадцатый год двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре тысячи миль так что это у нас еще такое на хендай лимитед соната лимитед соната 2009 год 7906 какой-нибудь движок как у моей sony да помните так еще одна corolla л и комплектация короче не дойду я сегодня вам до volkswagen а сегодня у нас 2009 год 8 900 111 тысяч миль так еще одна королла 10 900 десятый год кстати у них есть у вас есть сош его можно оформить кредит имеете ввиду так а вот lexus гибрид rx lexus rx 400 h но естественно h машина машине ездил военный бывший ветеран видите ветераном в америке называют любой кто отслужил в армии на самом деле так и здесь восьмой год 60 тысяч миль и 13 900 цена ну вот имейте ввиду те кто покупает эти машины с аукционов и так далее да видите да цену видите там пробеги состояние так далее то есть 13 900 я не знаю дорого и дешево не буду судить сейчас но кстати состояние у него с вами можете посмотреть очень достойно очень достойно и так вот имейте ввиду что эти машины на вторичном рынке востребованы очень сильный когда вы покупаете такую машину там за 4-6 тысяч не знаю но имейте ввиду что дураков тоже здесь нет если каждый раз объясняю чудес не бывает в каких щей не будет продавать за 6 тысяч ну точно нет по-любому здесь у них небольшая наценка какая-то как дилерфи они обязаны еще в гамму в правительственный сбор там всякие платить и так далее но так equinox lt chevrolet такой тканевый салончик очень ухоженный посмотрите восемнадцатый год сто двадцать девять тысяч миль пробег и 11 900 так это у нас с вами февроле что-то я не просто не знаю ребят я честно вот ну по chevrolet а не спец 2016 год 98000 тоже 11 900 он стоит что это за chevrolet ребята это что там коптива ну я не знаю что такое просто ребят честно я в chevrolet не силен а вот это вот он же даст а нет это бьюик стоит бью и конкор это у нас автосалон приклеил то есть это его ну автосалон называется это морз и соответственно это не никакого отношения к марки автор не имеет бью и как он похож смотрите chevrolet ты бью и к этот инкор прям один в один ну ван овнер 82 12 900 кстати бью и считается в америке одна из самых надежных машин я не знаю так это или нет но по статистике по числу обращений поломок он в очень высоком рейтинге среди американских машин считается одна из самых надежных я не знаю у меня не был никогда бью и к хонда аккорд купешечка двухдверка одиннадцатый год 66 тысяч пробег миль и 12 900 цена так здесь у нас с вами подряд вот цивик стоит и свеженький цивик стоит но такие молодежные автомобили давайте глянем 2013 год сто сто одна тысяча пробег 11 900 так и вот этот семнадцатый год цивик девяносто девять тысяч миль 13 900 у него sales price 10 900 125 тысяч семнадцатый год ну вот я в принципе вам показывает у нас Hyundai Sonata я так понимаю кстати местная машина я всегда очень доверяю местным машинам потому что ребята у нас очень небольшой город смотрите какое классное состояние очень небольшой город все друг друга знают если машина особенно была куплена здесь ездила здесь то скорее всего что проблем с ней серьезных не было можно сказать так ну и вот эти вот две коровы стоят корова посвежее и корова в принципе ну там старше на генерации там по-моему на одну или на две не помню уже двадцатый год один собственник и посмотрите 14 900 не забывайте что сюда будет плюс такси плюс иншура то есть ну вещь при страховках когда будете здесь покупать корова вот это вот давайте глянем 16 год план овнер сто четырнадцать тысяч двенадцать девятьсот так господа констракторы ваш тема 19 900 и в сто пятьдесят и еще один и в сто пятьдесят и двадцать две девятьсот восемнадцатый год шесть девятьсот пятнадцатый год киа не знаю что это за киа ну вы знаете точно сами chrysler камон пять девятьсот семьдесят пять тысяч и он еще и кабриолет смотрите ну в общем и целом кому-то может кабриолет кстати тоже на и пас я смотрю что вот этого стикер это beach parking permit это только в на и пас выдают такое-то разрешение на парковку бесплатным вдоль пляжей для тех у кого есть прописка на и полз о какая трешечка 3 500 ну здесь уже 211 тысяч пробег 3 500 но не знаю купить бмв в таком в таком пробеге все слушаем 211 тысяч это почти 300 тысяч километров а чтобы вы понимали капут просто да так ну и 2006 год 6 900 132 тысячи пробег toyota camry я помню когда появилась эта версия и мой один знакомый купил себе такую машину я просто офигел какой он крутой потому что это был просто корабль какой-то огромный современный супер классный ну в общем так ну что ребята давайте посмотрим там у нас еще есть еще есть парочка парочка интересных вот смотрите sonic camry еще вот это вот версия давайте вот покажу а ребят также напоминаю что если вдруг но вдруг такое случится что вам понадобится купить такую машину себе там не навкала здесь можно купить без налогов 115 тысяч пробег 11 900 цена 12 год ну я понимаю такие машины уже без маза отправлять они будут конская растаможка и так далее но мне кажется для внутреннего рынка но мало ли все бывает 9 500 машина 38000 пробег один собственник 14 год это sonic да я сказал по моему до sonic ауте chevrolet turbo 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 здесь все так lexus и с 350 седьмой год о майлдж 49 тысяч 12 900 ну и вот это вот с нарядными новыми фарами не знаю почему него новые фары 2008 год скоро он уже как раритет пойдет а значит на машины был старше 20 лет там уже нет или скольки там лет то есть там уже таможни по моему не предвидится 98000 эмиль и 8 500 ну кстати очень хорошее состояние ну не знаю мне кажется у него фары заменены они могут быть ребят не обязательно заменены потому что у нее битая морда потому что судя по всему бампер родной весь где по решетке ну есть коцки есть короче то есть его а фары могли бы заменены потому что они после неудачных полировок они полностью вздыхают и они потом превращаются такие желтые грязные ну таких здесь нету них а здесь они явно не полированы они прямо новые поэтому я думаю что меняли их скорее всего по причине ну не знаю утверждать ничего не буду вот ну все ребята вот такая вам сегодня ролик не только mercedes и бмв этого потом начинаете меня там мы не писать что а где же а где же старые добрые по 10 15 тысяч долларов вот они по 8 500 если по 6 500 пока пока увидимся спасибо что были на канале